Каббалисты говорят нам, что это наша вина в том, что мы не понимаем то, о чем они пишут. И мы ломаем голову и не знаем, что делать. И это как бы наша вина. Нужно биться головой достаточное количество раз, чтобы понять, что мы не должны понимать. Мы должны просить, чтобы произошло исправление в Килим. И тогда в Килим мы поймем понимание от облачения Хасадим на хохма, а не нашим разумом, когда мы что-то вдруг начинаем понимать. На животном уровне я не смогу почувствовать божественно, я не смогу его понять. То есть прежде нужно почувствовать, а затем понять. Мы ощущающие Килим, мы чувствующие материал, то, что чувствуют. И только прочувствовав, ты можешь расшифровать и понять, что ты почувствовал. Вся наша мудрость следует за чувством. И мы не можем представить себе что-либо, что не можем почувствовать. На этом завершение науки — это и есть граница науки. Если мы расширяем клей, инструменты нашего восприятия, то мы расширяем и науку. Но расширение наших получающих Килим называется уже наука Кабала.